Добрый день! Сегодня мы поговорим, наверное, о самом большом страхе каждой кормящей женщины – это образование лактостазов. Что же это такое, почему они возникают? Лактостаз – это болезненное уплотнение в груди, которое возникает совершенно неожиданно, проявляется чувством распирания, дискомфорта. Женщина может встать утром и заметить некоторое такое образование. Почему же они возникают? Здесь есть масса причин, но самое основное – это когда грудь перестает достаточно регулярно опорожняться. К этому очень часто могут приводить редкие прикладывания ребенка к груди, когда, например, мама хочет кормить ребенка по часам, а не по требованию. Когда мама чрезмерно использует пустышку, тогда ребенок просто забывает, что ему нужно пососать грудь, и опять же интервалы увеличиваются. Когда устраивают ночные перерывы, то есть за ночь грудь переполняется молоком, и утром можно встать совершенно очевидно с таким сформировавшимся лактостазом. Но не только это. Также могут играть роль и другие факторы. Например, какая-либо травма. То есть подросший малыш неудачно пихнул маму ручкой, ножкой, и на месте травмы может образоваться лактостаз. Банально мы можем ехать в автомобиле с ремнем безопасности, который может очень неудачно проходить по определенной части молочной железы, и можем опять же заработать лактостаз. Причем важно помнить, что лактостаз может быть абсолютно в любом сроке лактации, как в первые месяцы, так и у подросшего ребенка. Например, ситуация, когда мы в 6 месяцев ребенку вводим прикорм. Если у ребенка очень развит пищевой интерес, мама очень рада, что ребенок хорошо много кушает, требует еду, и это может сказаться на эффективности грудного вскармливания. То есть инородная пища может вытеснять грудное молоко, которое вырабатывается еще в достаточном количестве, и опять же это может стать причиной лактостаза. Поэтому с прикормом торопиться не нужно. Когда мы заканчиваем грудное вскармливание, здесь важно тоже очень плавно и правильно закончить этот процесс. Потому что все народные приметы, которые гласят, что нужно резко отлучить, отдать ребенка бабушке, не видеться с ним пару дней, а грудь туго-натуго перетянуть полотенцем, и молоко перегорит, это все, естественно, мифы. Молоко не перегорает, оно никуда не девается, а вот лактостаз заработать в такой ситуации очень легко и просто. Ну и, конечно, уже еще из категории мифов, то, что все боятся, например, сквозняк формирует лактостаз. Нет, такой связи абсолютно нету. То есть если вы нормально переносили сквозняки в своей докормящей, допеременной жизни, то у вас и во время кормления будет все окей. То есть тут важно понимать, что у нас должно быть полноценное опорожнение груди. Если молоко по каким-то причинам из молочной железы не опорожняется, тогда это будет приводить к образованию лактостаза. Из таких очевидных вещей, которые будут указывать на то, что именно лактостаз вот у вас случился, это, конечно же, внезапность. То есть внезапно появляется болезненное уплотнение, вы начинаете ощущать чувство дискомфорта, распирания в груди. И помассировав свою молочную железу, можете это уплотнение пропальпировать и ощутить под пальцами. Важно помнить, что эта ситуация очень острая. И если вот первый день возникновения данных жалоб мы не предпримем самые элементарные меры, то дальше само никуда не денется. То есть это не головная боль, которую можно перетерпеть. Оно будет только ухудшаться, это состояние, и мы дойдем до мастита, до развития абсцесса. И, конечно же, там уже без хирургической помощи не обойтись. По сути, если мы уже говорим медицинская терминология, то лактостаз, как таковой, мы не зашифруем ни по какому коду. Это состояние расценивается медиками как начальная стадия мастита, можно так сказать. Но та стадия, на которой еще не приемлемы хирургические вмешательства. То есть если мы принимаем определенные меры, мы можем обойтись и без хирургического вмешательства. Такими красными флагами для каждой женщины должны быть, если у вас повышается очень высокая температура, если покраснела кожа над этим уплотнением, если пульсирующая, дергающая боль, и если при этом вы еще видите какие-то выделения из соска, типа крови или гноя, то это, конечно, однозначно врач. Это уже далеко не лактостаз, здесь нужна уже будет специализированная помощь. Итак, что же нам делать, если вы обнаружили у себя вот все эти следующие перечисленные признаки? Неожиданно проснулись и обнаружили, что в груди есть болезненное уплотнение, дискомфорт, чувство распирания, и вы предполагаете наличие лактостаза, при этом вы четко понимаете, что был какой-то провоцирующий фактор, длительно грудь не опорожнялась или была какая-то накануне травма. Ситуация острая, и в первые же сутки вы способны помочь себе еще сами. Для этого иногда вполне достаточно просто очень часто прикладывать к больной груди ребенка. Ребенок своим частым сосанием способен рассосать данный лактостаз. Это не всегда получается, поэтому мы можем использовать также вспомогательные меры. То есть, например, женщина идет в теплый душ, который сам по себе является расслабляющим. Во время принятия душа можно начать расцеживать эту грудь руками, то есть, без чувства болезненности мы стараемся выцедить оттуда все молоко, которое мы можем. То есть, мы не пропагандируем сцеживание грудного молока рутинно, как таковое, как раньше было. Но в данном случае, когда мы говорим за лактостаз, сцеживание может быть полезным. И вот в душе, в расслабленном состоянии, когда уже все протоки хорошо раскрылись, женщина пытается грудь освободить максимально все, что можно, сцеживает. И дальше нужно приложить все-таки ребенка к груди. Желательно, чтобы этот ребенок был голодный. Тогда он будет жадно с силой сосать из, скажем так, уже опустошенной груди и подтянет так называемый этот лактостаз, даст ему выход. По ходу того, когда малыш сосет грудь, мы также можем делать такие массажные легкие вибрирующие движения по направлению от лактостаза к соску. Вот таким образом мы и оказываем первую самопомощь, так сказать. Важно помнить следующее. Это ситуация острая. То есть если вашему лактостазу 2, 3, 4 дня, то это уже никакой не лактостаз. Здесь уже нужно срочно обращаться к врачу, если ситуация не разрешилась в первые сутки. Какие врачи нам могут помочь в данном случае? Как правило, это врачи-мамологи. Врач-мамолог определит, лактостаз ли это, или это уже очередная стадия мастита. Возможно проведение ультразвукового исследования и оказание помощи, если это уже далеко зашедшие случаи, вплоть до пункции содержимого данного образования. Что не нужно делать? Не нужно в данном случае оставлять ситуацию на самотек. Еще раз повторяю, это не головная боль, она сама не пройдет. Не нужно отлучать ребенка от груди. Не нужно эту грудь убрать и не предлагать ребенку. То есть наоборот, ребенку даем грудь как можно чаще. И не нужно заниматься в данном случае самолечением, назначать какие-то препараты, антибиотики и так далее. Все это сделает уже только врач. Если в этом будет необходимость.